Мир вам, братья и сестры! Хочу сердечно поздравить вас с этим торжественным праздником, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Это действительно был огромный, большой праздник в то время. Это был единственный день в земной жизни Иисуса Христа, когда Ему оказали честь как Царю. Конечно, то, что Он вошел в Иерусалим, Он знал, что за этим стоит. Буквально через неделю Его распяли, там же, в Иерусалиме. Но мы сегодня празднуем, вспоминаем вот этот торжественный день. И давайте перед тем, как начнем служение, помолимся, попросим Божьего благословения. Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя, поклоняемся Тебе, славим Святое Имя Твое, ибо Ты один достоин славы Господи. Благодарим Тебя, что Ты Создатель неба и земли. Ты Творец всего видимого и невидимого. Ты принял образ человека, сошел на землю, Ты стал человеком. И здесь, на этой земле, Господь, Ты пришел для того, чтобы умереть и пострадать за грехи наши и воскреснуть. Благодарим Тебя, Господь, что в сегодняшнее, в это воскресное утро, сегодня день, когда мы вспоминаем о том событии, которое произошло в Твоей жизни, когда Ты торжественно вошел как Царь в город Иерусалим. Господи, мы знаем, что после этого Тебя распяли, но Ты остаешься Царем. Ты Царь Царей и Господь Господствующих. Благодарим Тебя, Господи. Благодарим Тебя, что Ты стал нашим личным Царем. Ты стал нашим Господом. Благодарю, Господи, за то, что Ты открылся к каждому из нас, и мы могли принять Тебя в свою жизнь. Мы могли познать Тебя, Господь. Ты дал нам второе рождение. Благодарим Тебя. Благодарим Тебя, что Ты ввел нас в свою семью и сделал нас частью Твоей Церкви. Господи, это Твоя милость и Твое благословение. Благодарим Тебя, Господь. Наша молитва к Тебе сегодняшнее утро. Благослови это служение. Пусть все, что будет в этом служении, будет во славу имени Твоего. Благослови всякое участие. Особенно мы просим Тебя, чтобы Ты слово проповеди благословил. Исполни, братьев, Духом Твоим святым. Господи, я очень прошу Тебя, чтобы Ты сердца наши приготовил, чтобы мы были готовы услышать слово и быть ему послушной. Господи, мы просим Тебя за тех, кто не может быть сегодня с нами, кто находится в болезнях, в страданиях, по сети таковых. Я очень прошу Тебя, особенно за тех, кто еще не примирился с Тобою. Время благоприятное. Господи, касайся их сердец и благослови, чтобы они могли стать заодно, Господи, вместе с нами, Твоей частью, Твоей семьей. Благослови, еще раз просим Тебя. Все это служение во имя Иисуса Христа. Аминь. Благослови, еще раз просим Тебя. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «На молодом осле» Песня «Симон» Песня «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Песня «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» когда Иисус послал двух учеников, сказали им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу, привязанный молодого осла с нею, отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». Все же сие было да сбудется реченый через пророка, который говорит, «Скажите, щедрый Сионовой, сей царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Ученики пошли и поступили так, как повелел имя Иисус. Привели ослицу молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постелали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постелали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «Осана сыну Давидову!» Благословен грядущий во имя Господне! Осана в вышних! И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил, «Кто сей?» Народ же говорил, «Сей есть Иисус, пророк из Назерета Галилейского!» И вошел Иисус в Храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей. И говорил им, «Написано, дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей восклицающих в храме, говорящих, осана сыну Давиду вознегодовали и сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да». «Разве вы никогда не читали из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. И оставив их, вышел вон из города Увифани и провел там ночь». Аминь. Вот это место, которое мы читаем обычно на этот праздник. Евангелисты, остальные евангелисты тоже повествуют о том же событии в нескольких местах с другой, с другой стороны, осветляя другие детали. Но мы будем основываться на Евангелии от Матфея 21 главе. Итак, Христос въезжает в Иерусалим. Стоит заметить, что торжество в тот момент заключалось еще по одной очень важной причине. Это было время Пасхи. Люди съезжались все в Иерусалим, чтобы праздновать великий праздник Пасхи. В то время существовало такое понятие, что семьи, которые жили в районе 30 километров от Иерусалима, должны были приехать в Иерусалим и праздновать Пасху. По посчетам историков и того времени, в тот момент приблизительно в Иерусалиме находилось около 2,5 миллионов людей. Праздничное настроение, семьи сижаются вместе, они будут праздновать Пасху. И вот в этот самый момент посреди этого большого торжества Христос решает и по своему плану, достигая своей цели, которую Он поставил пред Собой, будучи на этой земле, Христос въезжает в Иерусалим. Заметьте, что въезжая в Иерусалим, нам Матвей повествует, что только въехал в Иерусалим и пережил вот это большое такое торжество, множество народа, пение, восклицание, как мы уже говорили, резали ветви, подобные этим зеленые, ложили, на землю кидали, постелали свои дорогие одежды, которые только имели. И Иисус на молодом осле проезжал по этой дороге. Мне кажется, Он радовался. И радовался не потому, что почести давали Ему, а радовался потому, что знал, что те же самые будут Его распинать несколько дней позже. Знал и радовался, потому что возлюбил предателей своих, полюбил тех, которые будут убивать Его. Такой радостью не каждый может порадоваться. Но Он радовался. Он радовался. И Он приехал провозгласить, что пришел Мессия. Они кричали об этом, возможно, сами того, не осознавая, что это значит. И так, заехав в Иерусалим, Христос первым делом направляется в храм. Придя в храм, Он находит нечто неудобово-разумительное, если так можно сказать. Он находит самый настоящий базар. Лавки, скамьи, птицы, животные, все, домашние животные, все покупается, продается, стоят будки, меняют деньги. Люди делают бизнес. Кто-то к чему-то что-то продает, кто-то что-то принес. Вот посредине этого всего Он приходит в храм и вот видит перед собой подобную картину. Мало того, Матвей упоминает следующие слова. И вошел Он в храм. 12 стих. И выгнал всех продающих и покупающих в храме, от этого, что мы с вами говорили, и опрокинул стены миновщиков, исками продающих голубей. Люди меняли в храме деньги. Дело в том, что в то время нужно было платить определенную таксу, налог. И вообще в Израиле нужно было платить налог. Но что самое интересное, было определенное время, когда нужно было платить определенный налог и только в храме. Люди не могли принести туда кусок серебра или такие дощечки серебряные приносили. Они не могли этим расплатиться. Они не могли взять, сплавить металл, разные сплавы драгоценных металлов, вылить красивую монетку и дать. Там же металл, там и серебро, и все, что нужно. Не брали этого. Даже если была монета серебряная, хорошая, но она была обита, обломанная, но она была монетой, ее тоже не принимали. Принимали только монету высокого качества серебра, новую. И вот это все, что имели люди, которые приходили в храм, куски серебра, слитки, специальные дощечки, вот это драгоценности. Они не могли этим расплатиться. Они приходили в храм. Там стояли специальные будки, в которых были эти монеты. Они приходили и обменивали. Ну, хорошее же дело. Человеку нужно заплатить налог. Что ему делать? Ему нужно прийти в определенное место. А это определенное место было в храме. Абсурд. Но это было так. Они приходят в храм, меняют эти деньги. И те, кто меняли им, тоже должны были платить налог. Звучит, как в Америке, правда? Тоже должны были платить налог. Но здесь одна такая деталь. Все, на что они платили, шло на убострение храма, на улучшение дорог. Но все мы прекрасно знаем, что там, где курируют деньги, там что есть? Там есть злость, там есть обман, там есть зависть. И не исключено, что в этом храме те люди, которые имеют дело с деньгами, они обманывали друг друга. И те, кто старшинствовали в храме, они имели свои семьи, свои кланы, имели свой бизнес, там другими словами говоря. Почему мы говорим об этой части много? Потому что, чтобы понять, что там происходило. Если нам мы просто читаем и смотрим, ну пришел, ну выгнал, ну перекинул скамейки, сделал бич из веревок, выгнал домашний скот оттуда, чтобы ничего там не было. Но когда мы понимаем, почему люди там находились, у них не было другого выбора. Но если мы зададимся вопросом, если в храм приходили люди менять деньги, продавать, покупать, в храм, не на специальные торговые площади, что оставалось делать тем, кто был слепой, хромой, косноязычий, болели страшными болезнями неисцелимыми, что оставалось делать тем? Они-то как раз и не могли прийти туда, если там все занято. И все это действие происходило в одном из дворов, где находились только язычники. Храм был разделен на множественные, большие дворы, и каждый двор имел свое предназначение. Действие, которое мы сами видим в Евангелии от Матвея, о котором повествуют нам апостолы, было как раз в том дворе, где могли заходить язычники. И как раз в этот праздник, в праздник, когда все сходились в Иерусалим праздновать Пасху, готовились платить налог, готовились увидеть других все на своей семье, сделать бизнес, хорошее время что-то продать, приходит Иисус с бичами сделал плетку из веревок по-нашему и начинает выгонять всех. Накрылся бизнес, разогнал тех, других, третьих, все перевернулось. На этом все не заканчивается. Когда он выгнал всех, Матвей говорит, и приступили к нему кто? Больные, слепые, хромые, и он начал их выздоравливать. Он начал их исцелять. Так что же, собственно говоря, произошло? Христос приходит в Иерусалим с тем, чтобы посетить храм. Он приходит в храм и начинает приниматься сразу за ту работу, ради которой был послан. Он начал делать то, ради чего пришел на землю, помогать бедным и нищим. Он пришел к тем самым последним, которых общество откинуло. Он не пришел к тем, кто знали хорошо закон. Мы читаем с Евангелия. Он пришел к тем погибшим овцам Израиля. Он пришел их исцелять, он пришел их спасать. И того, кого он спасал, того, кого он исцелял, впоследствии, вставали его последователями. Что же означает приход Христа в Иерусалим? Мы задавали с вами вначале вопрос, что же значит, в чем здесь, собственно говоря, торжество? Он торжествовал, потому что знал, что вы исполняете миссию своего отца. Он целенаправленно шел в место, где его предадут, где его обманут его же ученики, где его поймают, где его будут пытать, устраивают ему допросы. Он шел в то место, где он скажет последние слова, где он полюбит своих врагов. Он шел в то место, где ему на голову поставят терновый венок, где его заставят нести крест. Он приходит в то место, как бы шел на суеверную смерть. Обычно, когда люди знают, что должны погибнуть, они идут на суеверную смерть, они знают, они пересмысливают что-то в жизни, они какие-то последние слова говорят, а он и шел на это с радостью. Нам не под силу это. Нам трудно это понять. Но он, будучи Богом, Бога-человеком, исполнен волю отца своего, пришел, чтобы умереть за нас. И первое значение, это означает, что он, первое, что он сделал, придя в Иерусалим, он сделал вызов книжникам и фарисеям, учителям закона. Он сделал вызов тем, кто делал преимущественной в своей жизни власть человека. Власть, которая там была. Власть в храме, власть в государстве, власть в стране. Было две стороны. Одна сторона была за тех, кто имел деньги, другая сторона была на стороне тех, кто был бедный. И это всегда в обществе были богатые, были и бедные. Богатые всегда должны, могли многое позволить, бедные ничего себе не могли позволить. Подобно тому, который сидел, помните, у стола и собирал крохи. И когда собаки зализывали его раны. Вот это наше общество, сами друзья. Даже сегодня. Христос приходит посредине и останавливает все, выгоняя, очищая храм. И давая вызов тем самым, тем, кто знал закон. И он этим самым говорит, что я принес что-то другое. Я принес другую власть. Власть, которая не требует кнута, не требует меча. Власть, которая требует любовь, смирение. Власть, которая приносит мир. Второе, что сделал Христос, Он очищает храм от тех, кто мешал другим идти к Богу. Вот Он выгнал всех. И сразу же пошла толпа других, которые неправильно ходят, то есть хромают глухих, кривых, искалеченных. И вот эти приходили ко Христу, и Он их исцелял. Его задача была найти ту дорогу, подать возможность прийти и увидеть, чтобы Его увидели те, кто Его ищет. Потому что люди, которые имеют богатство и не думают о душе своей, им трудно искать Бога. Христос сказал, лучше, легче верблюду пройти сквозь угольные уши, нежели богатому войти в царствие. Я имею в виду богатые и те, которые не ищут бога. И вот Христос очищает храм и приготовляет почву, приготовляет место для тех, кто Его ищет. Он отвечает на их нужду, Он приходит к ним. И третье, Христос призывает народ к Богу, к Отцу Своему. Иисус хотел быть Мессией, хотел быть царем этих людей. И то, что Он делал, Он полностью отвечал Своему предназначению. Это было небольшое и короткое время. Он недолго это делал. И те, кто успел подпасть под Его благодать, был исцелен телом, а потом душой, воистину пережили это торжество в своей жизни. Они увидели, что есть другой выход. они увидели, что неважно на какой стороне мы стоим, на правой или на левой, за кого мы голосуем, за Россию или за Украину, не в этом дело. Наша программа с вами другая, братья и сестры. Наша задача другая. Не осветлять или унижать других и поднимать третьих. Не говорить, кто прав, а кто не прав. У нас есть программа своя, которую принес Христос. И когда Он пришел в Иерусалим и этим самым Он говорил, я не пришел вам сказать, что не празднуйте Пасху или не платите налоги. Богу Божьей, а Кесареву Кесарева. Он не сказал, что я все сейчас уничтожу, чтобы вы могли, вам было легче в этой стране жить. Нет, Он не менял устой, Он менял сердца людей, Он менял жизни людей своей любовью, благословием, приносил своим присутствием и той безмерной любовью, которую Он показал пример, каким образом любить, любить до конца. Мы об этом много говорим, я еще раз повторю, любить не потому, что мне хорошо сделали, и я взамен буду любить. Лев Толстой однажды сказал, внучка прибежала к нему и сказала, дедушка, мальчик, мальчуган, который с нами играется часто на улице, забрал у меня игрушку мою, что мне делать, если можешь ты его пойти наказать? Лев Толстой посадил внучку свою себе на колени и говорит, если давать добром за добро, это по-человечески, злом за добро, это по-дьявольски, а вот добром за зло, это по-божьему. Он взял со стола свежий пирожок, дал ей и сказал, пойди, найди этого мальчика и дай ему. Братья и сестры, как бы это просто не звучало, это принцип Христа, любить тех, кто тебя не любит. И я просил бы, чтобы мы остерегались изречения, которые мы часто говорим. Я люблю всех братьев и сестер. Неправда. Грешим, когда так говорим. Господи, я люблю людей, но помоги мне, помоги мне увидеть, помоги мне сделать эти практические шаги. Христос показал этот пример не потому, чтобы мы смотрели на это и рассуждали, но Он же сделал, Он же мог, у Него получилось, Он же был Бога-человек. Он показывает нам это, чтобы мы брали пример, чтобы мы делали так же, как Он. Что это значит для нас сегодня, друзья? Христос въезжает в Иерусалим, очищает храм от тех, кто там продавали, приглашает всех больных, нездоровых, исцеляет их, и потом начинается последняя фаза Его жизни там, в Иерусалиме, где Он будет молиться Отцу Своему, где Он будет просить и взывать от Него, чтобы эта чаша миновала Его, но не так, как я, как ты желаешь, и Он желает исполнить, Он пожелает исполнить волю Отца. Почему мы об этом много раз повторяем и говорим? Потому что в этом суть евангельской веси. Христос пришел на эту землю, возлюбя нас, и зная, что мы предадим Его и будем поносить Его, Он идет с радостью, держа этот крест, идя на смерть и воскресает третий день, чтобы победить смерть и дать нам с вами надежду. Не просто сказать, все, ты имеешь жизнь вечную, иди делай, что хочешь. Вопрос не в этом, вопрос в другом. У человека появляется надежда, у человека появляется другое понятие, другой ход мышления. Никто из нас не думал, если спросить себя честно, мы никогда не думали, что конфликт, который сегодня существует в мире, вы знаете где, разгорится именно в той точке. Не думали мы. А теперь я задаю другой вопрос. Мы-то точно так же не будем думать, как будет происходить что-то другое. И мы потом будем удивиться, а как это так получилось? И мы сегодня молились утром о том, что лучше не будет, но у нас другая программа. Наша задача не занимать одну баррикаду или другую баррикаду. Наша задача держаться того, кто принес мир. Наша задача не отвергать одних, а принимать других. Говорить, ты не прав, потому что ты так живешь, а ты не прав, потому что ты это делаешь. Наша программа другая. Ведь Христос не отменил ничего, Он принес другой стиль жизни. Стиль жизни в любви, в смирении, в благочестии. Вот чему нам нужно стремиться. Вот это то, что Он принес. Вот в этом и заключалось торжество. Нам кажется, что когда мы занимаем ту или иную сторону, мы имеем определенный вес, и нам кажется, что мы правы. Например, те, кто жил в Крыму, они пожимают плечами и говорят, ну нам в принципе не холодно, не горячо от этого. Кто живел на Западной Украине, у них одно понятие. Кто жил на той Украине, у них другое понятие. Кто Россия, у них третье понятие. Мы живем по понятиям, хотим мы этого или нет. Но мы, христиане, имеем другую программу. И я буду на этом, как бы, еще раз хочу подчеркнуть это. А наша программа это Христос заклан за нас. Это тот, который пришел принести нам другое Евангелие. Не Евангелие мира сего выживает тот, кто сильнее или тот, кто слабее. Он не может определиться в жизни. Наша задача с вами следовать примеру Иисуса Христа. Он пришел, приехал на молодом осле. На Западе ну, осел не сильно пользуется хорошей популярностью. А вот на Востоке осел это благородные животные. И Христос выбирает молодого, на котором никто не ездит. Он отделяет его на служение для этой особой миссии. Если императоры вяжали на лошадях, это означало, что они войском взяли страну. Они силой захватили. Хотите, не хотите, должны повиноваться. Если не можешь побить их, присоединяйся к ним. Вот какая была политика Рима. Потом Римская империя была большая, она захватывала всех. Потом триумфно, красиво въезжали, и все принимали, и капитулировали, принимали их. Христос въезжает на простом ослике. Ему кидают одежду дорогую под ноги на землю. Кидают пальмы и ветви. Встречают его с тем, чтобы как бы он их спас, но они сами не зная того. Через несколько дней начнут его распинать. Пятому, братья и сестры, торжество въезда Иисуса Христа в Иерусалим должно быть для нас нашим личным торжеством, что мы особенные для Господа. Особенные потому, что нам нужно следовать тому, что Он принес нам. Это любовь, мир, прощение. И если кому-то из нас здесь, я знаю, что есть, люди, которые в числе тех, которые вроде принимают Бога, а потом распинают Его, Он приехал сегодня для вас. Все, что вам нужно сделать, это прийти и заплакать так горько, искренне покаяться перед Богом, как покаялся Петр, который говорил, я ни за что не отрекусь от тебя. Может, они, но не я. Сегодня благоприятное время для покаяния, друзья, чтобы прийти к Богу и продять этот новый смысл жизни, увидеть что-то новое, то, что Христос принес, да поможет вам в этом Господь. И в протяжении всего служения, если у вас появится такое побуждение, можете поднять руку, мы подойдем к вам. И если не сможете сидеть, выходите, мы помолимся за вас. Это программа для вас, Евангелие, Христос умер для вас. Аминь. Помолимся. Отец Небесный, в этот воскресный день мы приходим перед величием Твоего, благодарим Тебя, Господи, что Ты возлюбил нас, что Ты пошел на позорный крест Голгофы, чтобы там умереть и воскреснуть ради нашего оправдания. Господи, Ты въехал в Иерусалим, полюбив каждого человека, полюбив до конца. Ты приехал, Господи, чтобы показать, что Ты принес любовь, мир, спасение для человеков. Мы благодарим Тебя, Господи, что в свое время Ты открылся многим из нас, спас души нас и дал нам надежду на жизнь вечную. Мы просим Тебя, Господи, помоги нам следовать Твоему примеру. Сохрани нас, чтобы мы занимали одну баррикаду или другую. Помоги нам, чтобы мы вышли, Господи, к Тебе с открытым сердцем, с открытой душой. Тебе принадлежали, исповедовали Твое одно крещение, Твою одну веру, исповедовали Тебя одного могущественного Бога. Господи, мы верим Тебе, но помоги нашему неверию. Благослови нас в это тяжелое время, где много искушений, где много страха, где много переживаний и депрессии. Господи, благослови нас этом. Помоги нам смотреть на Тебя с чувством благодарности, приходить Тебе и избирать только Тебя. Помоги нам в этом. Во имя Иисуса Христа просим Тебя. Аминь. Иисус Христа Матри team заси Леда Тебе митарь Тебя митарь и Слава, слава Илю, 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 С Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали 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 Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали 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 Симон. восходя в Иерусалим. И когда приблизился к Вифагии и Вифании, к горе, называемой Елеонскою, послал двух учеников своих, сказав, «Пойдите в противолежащее селение, вошедши в него, найдете молодого осла, привязанного, на которого никто из людей никогда не садился, отвязавший его, приведите. И если кто спросит вас, зачем отвязываете, скажите ему так, «Он надобен Господу». Посланные пошли и нашли, как он сказал им. Когда же они отвязывали молодого осла, хозяева его сказали им, «Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали, «Он надобен Господу». И привели его к Иисусу, и, накинувши одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постелали одежды свои по дороге, а когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости многогласно славить Бога за все чудеса, какие видели они, говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи из среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал, «Ой, если бы и ты, хотя в этот твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя и стеснят тебя отовсюду и разорят тебя и побьют детей твоих в тебе и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Итак, события в жизни Иисуса Христа очень быстро меняются, буквально, как картинки в калейдоскопе, последние наставления ученикам, последние чудеса, которые Господь совершает, последние заповеди, которые Он дает своим последователям. И вот наступает момент, когда Господь подходит к Иерусалиму. Как уже было сказано, и мы хорошо это знаем, Он подходит туда, понимая, что уже из Иерусалима Он просто так никуда не уйдет. Он пришел в этот город для того, чтобы жизнь свою отдать за людей, за род человеческий, для того, чтобы жизнь свою отдать лично за тебя и лично за меня, за наши грехи. Но вот удивительный факт. Ведь того, что Господь с этой целью идет в Иерусалим, не понимали даже Его самые близкие ученики. Хотя Он неоднократно им об этом говорил. Но написано, что слова эти были для них непонятными. Но Господь, Он прекрасно это понимал. На протяжении трех с половиной лет Господь совершал служение в народе израильском. Как Он сам сказал, что Он пришел к погибшим овцам дома Израилева. И вот эти три с половиной года, они не были легкими для Господа. Несмотря на то, что таких чудес, как совершал Христос, никто не совершал в Израиле ни до Него, ни после Него. Несмотря на это, Он постоянно сталкивался с непониманием. Он постоянно сталкивался с тем, что Его отвергали. Он неоднократно сталкивался с тем, что Его просто-напросто хотели убить. И если бы Он не воспользовался Своей божественной властью, то наверняка люди бы это сделали. Но вот Он приходит в Иерусалим. И кажется, вот тут тот момент, который, ну, наверное, простой человек бы назвал, ну, так сказать, моментом признания, когда, ну, кажется, вот совершилось то, что должно было совершиться. Люди, наконец-то, признают Христа и воздают Ему ту славу, которой Он поистине достоин и заслуживает. Вы знаете, вот, казалось бы, тот момент, которым нужно было бы воспользоваться, и более того, можно было бы воспользоваться для того, чтобы утвердиться, для того, чтобы всем недоброжелателям своим показать, вот смотрите, наконец-то народ уразумел. Но Господь ведет Себя совершенно по-другому. Он не отвергает того прославления, которое воздают Ему люди, и на этот упрек фарисеев, что они делают, Господь говорит, если они умолкнут, то камни возопьют. Представляете, насколько ожесточенное может быть сердце человеческое, если устать человеческие, не будут воздавать славы Богу, то камни эту славу воздадут. Господь подходит к Иерусалиму. Народ ликует и прославляет Его. И, казалось бы, это время, когда можно было бы со всеми порадоваться. Но обратите внимание, как ведет себя Господь. Мы прочитали, что, глядя на город Иерусалим, а с горы Елеонской открывается замечательная панорама этого города, глядя на храм, который сиял золотом, Господь вдруг начинает плакать. Я хотел бы, чтобы сегодня мы могли немножко больше уделить нашего внимания именно этому вопросу. Слезы Христа. Почему Иисус, глядя на Иерусалим, плачет? В музыке такой термин, он называется диссонанс. Когда два или больше звуков звучат одновременно, и они абсолютно не гармонируют друг с другом. Вот здесь мы видим яркий пример такого диссонанса. С одной стороны, ликование, радость, прославление Иисуса Христа, но в это же самое время Господь не радуется, а плачет. Почему Ты плачешь, Господи? Ученики прославляют Тебя. Люди далекие от Тебя присоединились к ним. Великое множество народа воздает Тебе славу. Господи, почему же Ты плачешь? Безусловно, причины для того, чтобы Господь плакал, были. И причины эти были очень и очень вескими. Я обращу внимание только на три причины. Господь, глядя на Иерусалим и глядя на все то великолепие этого города, а город был действительно великолепным, храм являлся одним из удивительнейших чудес мировых. И люди буквально со многих мест земли, даже в то древнее время, отправлялись в Иерусалим, чтобы увидеть это чудо. Сам город Иерусалим являлся душой еврейского народа. И вот в этой душе еврейского народа безусловным центром был храм. Храм олицетворял с собою присутствие Божие в еврейском народе. И вот Господь смотрит на это великолепное зрелище Иерусалима и по центру его храма и плачет. Почему, Господи? Первая причина, на которую я хочу обратить наше внимание, Господь прекрасно понимал, что между внешними проявлениями религиозности еврейского народа и внутренним содержанием их веры была огромная пропасть. Я повторю, между внешними проявлениями религиозности людей и между их практической жизнью лежала огромная пропасть. Знаете, в Израиле никто не стеснялся проявить свою религиозность. Люди проявляли ее по-разному. Кто-то мог остановиться на перекрестке двух улиц и начать молиться. И это не вызывало ни у кого вопросов. Это было нормально, это было общепринято. Люди одевали одежды, которые подчеркивали, что это верующие люди. Евреи с молоком матери впитывали то, каким образом нужно себя вести, то, каким образом нужно говорить, что нужно делать. И, знаете, я хочу сказать, что, ну, в общем-то, очень даже неплохо, когда мы можем выглядеть благочестиво внешне. Сегодня некоторые торопятся осутить вот такое внешнее благочестие, говорят, что это только религиозность. Нет, нет, братья и сестры, ни в коем случае мы не должны так рассуждать. Внешнее благочестие – это хорошо, это правильно, это нормально. Гораздо хуже, когда люди внешне ведут себя нечестиво, распущено. Это гораздо хуже. В этом нет никакой проблемы, когда люди внешне религиозны или внешне благочестивы. Проблема наступает тогда, когда внешняя часть жизни не соответствует внутреннему состоянию человека. Именно это Господь Иисус Христос неоднократно осуждал. Вы помните, с кем или с чем Он сравнивал авангард духовной жизни древнего Израиля фарисеев? Он их сравнивал с гробами окрашенными. Он говорил, вы гробы окрашенные. Вот в Америке нам очень хорошо понятно, да, тут такие красивые гробы делают. Красивые. И вот человек, оказывается, может быть вот таким вот гробом, красивым снаружи. Но мы понимаем, что это только оболочка. А внутри, а внутри нет жизни. А внутри разлагающееся тело. Ужасная ситуация. И Господь, глядя на Иерусалим, Он понимал, что есть внешняя сторона, внешнее благолепие, внешняя религиозность. Но у большинства народа отсутствовало внутреннее содержание действительно того, что от них ожидал Господь. И Господь, глядя вот на такую ситуацию, на такое несоответствие, безусловно, не мог не плакать об этом народе. Вы знаете, может быть сейчас кто-то слушает меня и думает, ну а какое это имеет значение для нас, практическое значение. Братья и сестры, а что говорит нам Священное Писание, Евангелие? Мы читаем у святого апостола Павла следующие слова, что в последние дни люди будут какими? Внешне благочестивыми, а силы благочестия отрекшимися. То есть, эта проблема не только иудеев, это может быть большой проблемой из современных верующих людей, христиан. Человек может быть внешне благочестивым, показывать свою религиозность, принадлежность к церкви, но в то же самое время в его жизни может отсутствовать внутреннее содержание. Дорогой брат, дорогая сестра, по-настоящему мы не знаем друг друга. Мы можем судить друг о друге только по каким-то небольшим внешним проявлениям, которые мы друг другу показываем. Правда? Но вот есть тот, кто точно знает, кем мы являемся. Есть тот, который видит не только наши внешние одежды, он видит наше сердце, он видит нашу душу. И если сегодня твоя или моя внутренняя жизнь не соответствует внешним проявлениям, то Господь, глядя на нас, Он тоже о нас плачет. Потому что Ему больно смотреть на своих детей, когда вся их вера в Бога является только внешней и не имеет внутренней нагрузки. Бог да благословит и сохранит нас вот от такого вот состояния, чтобы Господь, обратившись к кому-то из нас, не сказал «ты как окрашенный гроб». Ты только внешне красивый, но внутри никакой жизни нет. Бог да сохранит нас от этого. Но давайте мы пойдем дальше. Следующее, почему Господь плакал по поводу Иерусалима и по поводу народа израильского. Мы прочитали, Господь сказал «ты не узнал времени посещения Твоего». Что значат эти слова? В Библии мы читаем, что Господь имеет особые отношения с Израилем. И, кстати, по сей день Господь имеет особые отношения с Израилем. Мы должны это понимать. И Бог чудеснейшим образом избирает этот народ из числа остальных народов и особым образом возвышает его над другими народами своим присутствием. Тем, что Он дал им свой закон. Тем, что Он вел их и направлял их по земле. Но вот удивительно, Бог избирает этот народ. И евреи, особенно, когда происходило вот событие, когда Бог давал закон этому народу, они сказали «мы готовы этот закон принять для себя и в своей жизни его соблюдать и исполнять». Но так ли это было на практике? К сожалению, мы должны сказать «нет». В жизни этого народа есть гораздо меньше отрезков вот исторических, когда народ был послушен Богу, чем отрезков, когда народ этот был Богу непослушен. И Бог неоднократно наказывал евреев за то, что они ему непослушны. И Господь говорит, что это народ жестоковыйный, народ непослушный. И вот удивительно, несмотря на то, что этот народ жестоковыйный и непослушный, Бог говорит, «Я простирал к вам руки с раннего утра до позднего вечера». То есть Бог на протяжении многих веков не переставал этот народ звать к послушанию, звать к тому, чтобы у них были живые отношения с Господом. Вы помните, когда-то Господь рассказал очень интересную притчу, и начальствующие в народе фарисеи, они поняли, что Он о них рассказал эту притчу. В этой притче описывается очень простая ситуация. Есть человек, который приобрел себе виноградник. И как часто это бывает, он не сам работал в этом винограднике, он поставил работать в этом винограднике других людей. Он поставил управляющего над этим виноградником. И мы знаем, что вот насадил этот человек виноградник, проходит какое-то время, и что хозяин ожидает? Он ожидает плодов. Он ожидает того, чтобы этот виноградник дал ему прибыль. И что он делает? Он отправляет своих слуг в определенное время, чтобы они пришли и принесли ему плоды. Что делают виноградари? Написано, что одних они били, других они убили. И так продолжается довольно долго. И вот эти слуги, которых Господь посылает к виноградарям, это пророки, которых Господь на протяжении всей истории израильского народа посылал к этому народу. А в заключении хозяин говорит, ну вот слуг моих они не слушают. «Я пошлю своего сына его устояться». И посылает сына. И вот интересно, правда, ведь Господь притчу эту рассказал вслух всех. Неужели нельзя было ее понять? А как рассуждают виноградари? Они говорят, вот он сын, наследник, отец уже стар, что мы сделаем? Мы плоды отдадим? Нет. Мы убьем этого сына, и виноградник станет нашим. Абсурдная логика. Нету никакой логики. Но ведь именно так и произошло в Израиле. Ты не узнал времени посещения твоего. Это была вторая причина для слез нашего Господа Иисуса Христа. То есть, Бог в своей любви Израилю дал еще один шанс обратиться к Богу, покаяться. Я иногда думаю, а что было бы, если бы действительно большое количество людей из народа израильского приняли Иисуса Христа как своего Мессию? Как бы пошел дальнейший ход истории человеческого рода? Иногда есть вопросы, которые, наверное, лучше не задавать. Но что было бы? Но Израиль не узнал времени своего посещения. Он не узнал Мессию, которого они ждали на протяжении уже более полутора тысяч лет. не узнал, какое это применение имеет сегодня к нам. Вы знаете, порой мы склонны испытывать Божие долготерпение. Вот Бог, Он ведь любит каждого из тут находящихся. Он знает жизнь каждого из тут находящихся, присутствующих. Он знает, где происходит у нас борьба. Он знает, где произошло может быть падение какое-то. И Бог не оставляет нас. Он продолжает с каждым из нас остаться. Брат и сестра, ты знаешь, в каком аспекте твоей жизни тебе что-то нужно поправить? Ты уже поправил? Вот дорогой друг, который, может быть, пришел к нам на собрание сегодня, но еще не примирился, сколько раз ты уже переживал Божьи посещения? Сколько раз ты уже чувствовал, вот это Бог в моей жизни работает? У меня есть один знакомый, он в свое время служил в одной горячей точке. И так получилось, что их взвод, я не знаю, или рота попала в очень тяжелое положение, в очень тяжелые обстоятельства. и он рассказывал в подробностях, что там с ними происходило, но чудом он выжил, буквально чудом он выжил. И он говорит, я сказал себе, Саша, ты вот этот день запомни, потому что то, что ты выжил, это просто Божья милость. И он говорит, я вот в то время начал серьезно задумываться о Боге. Божье посещение было. Человек о Боге начал задумываться и рассуждать. Сколько раз уже в твоей жизни были такие моменты, которые подталкивали тебя к Богу? Сколько раз были такие ситуации, когда тебе говорили, смотри, то, что с тобой произошло, и то, что вот ты сейчас живой, это Божья милость. такие ситуации есть в жизни каждого человека, и как важно в такие моменты понимать это время Божьего посещения. Бог работает с моим сердцем. И еще, когда Бог работает, Он говорит, я простирал руки с утра до позднего вечера. Что Господь ожидает? Он ожидает взаимности. Он ожидает, что мы откликнемся на Его призыв. Он ожидает, что мы посвятим жизнь свою Ему, Он достоин этого. Он ожидает, что мы начнем Ему служить. И может быть, кто-то из нас уже много раз обещал это Богу, но до сих пор не сделал. Дорогой друг, я хочу сказать тебе, не испытывай Божьего долготерпения, чтобы вот это слово не было обращено к тебе. Ты не узнал времени посещения твоего. Это второй момент, по которому плакал Иисус Христос. И момент номер три. Господь, глядя наперед, прекрасно знал, что ожидает Его избранный народ. Он знал о 70-м годе, когда Иерусалим буквально был стерт с лица земли. Это меньше 40 лет. Меньше 40 лет. Он знал о том, что государство израильского не будет на протяжении более 18 веков. Он знал об этом. Он знал о том, что само слово еврей, будет нарицательным. Он знал о том, что евреев будут гнать во всем мире. Им не будет места, где они могли бы оставаться в покое. Им не будет места такого на земле. Господь знал об этом. И это совершилось. Господь знал о том, что с 1939 по 1945 год будет уничтожено больше шести миллионов евреев. Господь об этом знал. И Господь знал, что причиной этого являлось отвержение евреями Бога своего. Господь знал об этом. И Господу было больно. Вы знаете, даже сегодня, когда мы порой встречаемся с какими-то такими фактами в жизни еврейского народа, вот я помню для себя, когда-то мне так получилось оказаться в кругу евреев, и одна женщина молодая из Израиля с переводом рассказывала о концентрационных лагерях, где евреев планомерно Гитлер уничтожал. И вот в Польше есть место, на этом месте тысячи камней, и на каждом камне написано название или города, или села, какого-то, может быть, маленького населенного пункта, откуда забрали всех евреев. И вот в этом концентрационном лагере уничтожили тысячи таких камней. И Господь знал о том, что это будет. И поэтому Он говорит, если бы ты хотя бы в этот твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Дорогие братья и сестры, когда человек перестает слушать Бога, он слепнет, он становится слепым, это должно было быть понятно евреям, это должно было быть для них открыто, но так как они своим непослушанием, своими грехами отступили от Бога пришла слепота и простых объективных вещей они не видели. И поэтому Господь, глядя на Иерусалим, на олицетворение всего еврейского народа, плакал об этих людях, понимая, что их ожидает. Итак, вот эти три момента, на которые я хотел бы обратить внимание. Внешняя религиозность и несоответствие внутренней жизни, незнание времени посещения, отвержение Иисуса Христа и горькая участь народа без Бога. Заканчивая сегодняшнюю проповедь, я хотел бы обратиться ко всем нам и сказать, дорогие братья и сестры, как вы думаете, если Бог не пощадил своего избранного народа, когда они отступили от Него, когда стали жить в своих грехах, Бог не пощадил своего избранного народа, Он отдал его на разрушение, Он отдал его в рассеянии, Он отдал его на озлобление всем остальным народом. У меня вопрос ко всем нам, если мы сегодня поступаем, как те древние евреи, если мы порой не слушаем Бога, если мы порой злоупотребляем Божьим долготерпением, если мы живем в каком-то тайном грехе, как вам кажется, пощадит ли Бог тебя и меня? Почему-то я думаю, что нет. И не надо обольщать себя ложным упованием мы с Господом, а Господь с нами. Сегодня то время, когда мы входим в страстную неделю, в четверг нам предстоит вспоминать страдания и смерть нашего Господа Иисуса Христа и участвовать в исполнении заповеди вечери Господней. сегодня то время, когда нам нужно поправить свои светильники, когда нам нужно исповедаться возможно в чем-то перед Богом. Вот урок плача Господа об Иерусалиме учит нас всему этому. Ну а может быть те, кто никогда еще не обращались к Господу в молитве покаяния, хотя уже говорили, что я понимаю, я с Богом должен быть, я должен покаяться пред Ним. Сегодня то время, когда вы можете это сделать. И поверьте, Пасха в следующее воскресенье будет для вас радостной как никогда, если сегодня вы примиритесь с Богом. Итак, сейчас мы будем молиться, еще раз проверим в своих сердцах, что мы хотим сказать Господу сейчас в молитве. И Бог да благословит нас на молитву. Аминь. Отец Небесный, мы очень благодарны Тебе, что Ты избрал нас из этого мира. Мы очень благодарны Тебе, что Ты назвал нас народом Твоим, церковью Твоей, искупленными Твоими. Слава Тебе, Господь. Боже любящий, мы по всему видим, что живем в последнее время. Мы по всему видим, Господи, что скоро Ты придешь на эту землю для того, чтобы забрать своих и для того, чтобы затем судить далеких от Тебя людей, нечестивых людей. Господи, я хочу молить и просить Тебя, благослови каждого из нас в отдельности, благослови, чтобы мы жизнь свою могли проводить в чистоте и святости, в послушании Тебе. Господи, благослови, чтобы наша жизнь являла свет этому миру, научи нас этому. Господь, я от сердца молю Тебя за тех, кто еще не примирился с Тобою, работай в таковых сердцах и помоги, чтобы они поторопились. Я молю за тех, кто, может быть, оступился, упал, отстал, ослабел. Подкрепи. Господи, помоги, чтобы мы жили жизнью ожидания Тебя, ожидания встречи с Тобою. Ибо по всему мы видим, что очень скоро Ты придешь. Слава Тебе, Господи, еще раз за этот замечательный праздник. Хвала Тебе и благодарение. Аминь. Новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа Своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се, скинея Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Иерусалим, и любовь, и смерть с ним, Иерусалим, не виноват, и смерть нын, и смерть Иерусалим, и смерть Песня. Нам вечно живут, нам песни поют, Иерусалим. Ты город живых, ты город страны, Иерусалим. Тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, Иерусалим. Золотом обложен город тот прекрасный, Лишь в тебе, Иерусалим, вечно буду счастлив. Жизнь мою преобрази, здесь земной долине, Чтоб покой душе найти в Иерусалиме. Болезни там нет, не гаснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, нам песни поют, Иерусалим. Ты город живых, ты город страны, Иерусалим. Тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, Иерусалим. Братья мои, сестры, да мы будем вместе. Песни от Иисусу радостные песни, Когда водишь на земле, Вместе славит Бога, Чтоб искала нам светле небеса дорога. Болезни там нет, не гаснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим. Ты город живых, ты город страны, Иерусалим. Иерусалим. Тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, Иерусалим. Иерусалим. Болезни там нет, не гаснет там свет, Иерусалим. Там вечно живут, там песни поют, Иерусалим. И город живых, ты город страны, Иерусалим. Иерусалим. Тебе я стремлюсь, с тобой я сольюсь, Иерусалим. 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 Братья и сестры, которые занимаются в группе подготовки к окрещению. Братья и сестры, которые занимаются. Пожалуйста, пройдите сюда вперед. Я прошу, чтобы вы могли сейчас пройти сюда вперед. Только оперативненько поднимайтесь и проходите, пожалуйста. Итак, у нас в этом году достаточно многочисленная группа. 24 человека. Не знаю, все ли они сегодня присутствуют в собрании. Надеюсь, что все. И не знаем, все ли они дойдут в итоге до крещения. Или, может быть, кто-то по каким-то причинам, обстоятельствам, окажется, не дойдет и примет позже крещение. Но я хотел бы, чтобы вы сейчас увидели их. И я просто в алфавитном порядке зачитаю имя каждого из них. Я хочу просить вас, братья и сестры. Вот для себя возьмите одного-двух человек, о которых вы будете молиться на протяжении времени до крещения. Осталось не так много времени. В конце июня у нас будет крещение. Поэтому я прошу, запомните одного или двух человек из этой группы и молитесь о них, чтобы Бог благословил. Я буду зачитывать имена и прошу, молодежь, не смущаясь, когда вы слышите свое имя, чтобы вас увидели. Хорошо? Просто в алфавитном порядке буду читать. Бузей Лиана. Воронин Ярослав. Губчак Арнольд. Губчак Корнилий. Губчак Юлиан. Чешев Давид. Загуменный Даниил. Картавых Александр. Здесь или нет Александр? Просто запомните его имя. Я думаю, что он в рейсе. Козлов Дмитрий, Козлов Сергей, Кружкова Неля, Кузнецова Вероника, Куприкова Лия, Лукьян Алина, Орлова Аня, Панченко Эдуард, Пинчук Ангелина, Пинчук Яна, Писар Марта, Соболев Илья, Тихонов Александр, Ткаченко Вера, Цуканов Антон и Чередайка Илья. Пожалуйста, будем молиться об этих братьях и сестрах, чтобы Господь благословил готовиться к окрещению и вступить в завет с Господом. Молодежь, спасибо. Проходите на свои места. Братья и сестры, наше служение сегодняшнее утреннее подходит к концу. Несколько объявлений хотел сделать. И к нашей молитве есть благодарности и нужды, которых я прочитаю. Мы помолимся вместе. Сегодня служение будет, как всегда, вечером в 5 часов. Здесь, пожалуйста, не забывайте, приходите. На неделе несколько есть изменений по поводу, как будут проходить служения. Все мероприятия, спевки, русская школа в понедельник, как обычно. В четверг будет служение в 7 часов вечера здесь, в этом доме молитвы. В четверг здесь. Это будет страстной четверг. Мы будем вспоминать о распятии Господа, которое произошло. И в четверг именно это будет вечер, когда Христос совершил вечерю с учениками. Будет хлебопреломление здесь совершено, в этом доме молитвы. Поэтому, пожалуйста, не забудьте. В четверг. В пятницу служения не будет. И не будет воскресной школы. В пятницу служения не будет. В воскресенье. День очень радостный, торжественный. Пасха Господня. День воскресенья Иисуса Христа. И воскресенье будет служение, как обычно, в 10 утра и в 5 часов вечера. Вот такие объявления на эту предстоящую неделю. Вечером в служении будет участвовать первый хор. Спевка состоится в 4 часа. И после вечернего служения состоится сыгравка оркестра. Брат Николай Дорофеев объявляет. Поэтому, пожалуйста, кто в оркестре участвует, не забудьте, что сыгравка будет сегодня вечером. Сейчас после служения, братья и сестры, сразу молодежное общение будет. И там внизу сегодня распродажа. У нас планируется поездка миссионерская в Россию в этом году. В то же место или в те же места, где были в прошлом году. Группа едет. И сегодня делается распродажа. Поэтому, пожалуйста, там, кто имеет желание. Это не просто продажа, а это пожертвование на эту поездку. Поэтому, пожалуйста, не забудьте. И если кто из молодежи еще желает поехать, пожалуйста, молодежь, еще есть возможность записаться в группу и можете поехать еще на миссионерскую поездку. По-моему, это объявления все. Есть благодарности и нужды. Дни рождения. Несколько дней рождений. Мы поздравляем, присоединяемся к семьям, кто поздравляет своих родных. Анечка Титух, 6 лет. Василий Писар, тоже день рождения. Влад Ильницкий, 17 лет. Алла Китик, день рождения. И Максимке, 5 лет. Поздравляем всех именинников. Желаем много благословений. Также есть еще благодарность. Благодарность Господу, что Бог благословил возвращение из Флориды благополучное. И мама благодарит, что Бог благословил дочери сдать экзамен. И Татьяна тоже написала записку. Благодарит за благополучный экзамен. Нашей церкви передают привет Брагин Михаил Иванович, Гайко Бронислав Эрикович и Анточ Илья и Дина передают приветы нашей церкви. Мы принимаем и благодарим за приветы. Передавайте от нашей церкви тоже. Вот это благодарности и нужды. Я зачитаю, братья и сестры, мы им потом помолимся. Людмила Козлова просит, чтобы мы могли помолиться за маму. Она находится в emergency. И она уже в преклонном возрасте, 86 лет. Она просит, чтобы мы могли помолиться, чтобы Бог приготовил ее к переходу. Также просьба за здоровье сына. У него уже горло болит, уже месяц, чтобы Бог послал исцеление. Также еще одна записка была об исцелении от болезни и немощи. И сестра просит, чтобы Бог благословил предстоящий экзамен, который у нее будет. И, братья и сестры, наши нужды, как обычно, мы молимся за наших больных в церкви. И молитесь, пожалуйста, о продаже нашего дома молитвы там на 76-й и предстоящем строительстве. И, конечно, давайте будем молиться, не забывать о том, что происходит сейчас на Украине. Думаю, что многие знают. Может быть, не все. Но обстановка не успокаивается. Братья и сестры, я думаю, что так же, как и вы, и я, мы верим, что Бог силен управлять всем. Давайте помолимся, чтобы Бог сохранил от войны и послал свою милость. Отец наш Небесный, очень благодарю Тебя за то, что милость Твоя велика к нам. Мы еще раз благодарим Тебя, что в этот день мы вспоминали о том, как Ты торжественно вошел в Иерусалим. Хотя народ радовался, но Ты плакал. Ты плакал, потому что Ты понимал, что народ не узнал ни времени посещения, ни то, что служит к их миру Господь. Я очень прошу Тебя, благослови, чтобы мы в нашей жизни могли всегда понимать и чувствовать, когда приходит Твое время посещения. Благослови, чтобы мы могли принимать правильные решения в жизни, которые бы служили к нашему миру. Господь, благодарим Тебя, что мы знаем Тебя. Благодарим Тебя, что мы приняли Тебя в свое сердце, и это милость Твоя, Господи. Мы просим, чтобы Ты еще многих коснулся, кто не знает Тебя. Господь, я очень прошу Тебя, благослови, пока время благоприятное, чтобы никто из них не опоздал, особенно из наших родных и близких. Господь, благодарим Тебя за все благословения, за дни рождения, которые у детей Твоих сегодня. Господи, мы празднуем, и мы благодарим Тебя за них. Благодарим Тебя за все услышанные молитвы. И наша просьба к Тебе, Господи, услыши каждую нужду, которая была заявлена здесь. Пошли в свою милость, пошли в исцеление тем, кто нуждается. Господи, я очень прошу Тебя, благослови, кому предстоит экзамен. Я очень прошу Тебя, Господи, благослови маму, сестры нашей, Господи Людмилы. Ты знаешь, в каком состоянии она находится, Господи, в преклонном возрасте. Если Ты готовишь ее к себе взять, приготовь, Господи, благослови, чтобы она в полном мире, в покое могла перейти к Тебе. Благослови, Господь, особенно просим Тебя за Украину. Ты знаешь все, что происходит. Господи, в Твоей руке весь мир и вся земля. Господи, мы просим Тебя, сохрани от войны. Сохрани от гибели народ. Я очень прошу Тебя, Господи, пошли мудрости тем, кто управляет этим народом, и пошли свое благословение, чтобы пришел мир на ту землю. Господи, мы просим Тебя, благослови сейчас, когда мы пойдем к домам нашим. Храни нас и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа, да пребудут со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры, приветствуйте друг друга.